Эээ, ты знал, что американцы не любят букву Т? Не любят букву Т? Ну, по крайней мере, у них с ней очень странные отношения. Вот, взгляни на это слово. Гора, маунтэн. Не вижу здесь ничего необычного. Ага, а теперь давай послушаем, как американцы его произносят. Я не понял, какой маунтэн? Это маунтэн. А еще они говорят не баттэн, кнопка, а баттэн. И не каттэн, хлопок, а каттэн. Так, стоп, это неверно. Правильно говорить маунтэн, баттэн, каттэн, тэ-тэ-тэ. Да, серьезно? Сейчас позвоним, и мы расскажем, как правильно нужно говорить. О чем ты? Алло, американцы. Тут Дима говорит, что вы слова неправильно произносите, ага. Так, давай, заканчивай свою клоунаду. Да-да, он тут английский, недавно выучил. Короче, не маунтэн, а маунтэн, ага. Уяснили? Ну все. Очень смешно. Да ладно тебе, это просто шутка. Это американский акцент, и для них так правильно. А дальше еще интересней. Посмотри на слово дэнтэст. А что с ним? Иногда его произносят как дэнэст. Who's your children's doctor, a дэнэст? А иногда как дэнтэст. My dad is a дэнэст. Получается дэнэст? Или самое обычное слово зима. А, winter. Да, winter они часто произносят как winner. Winner. Да, просто не говорят букву T. Э, а ничего, что таким образом зима, winner, звучит как победитель. Winner. Я думаю, что это никто не будет путать. Нет, не будет, потому что контекст всегда поможет. Вот, к примеру. Winner in Russia is really cold and grey. Зима в России очень холодная и серая. Ну да, действительно, grey. I hate Russian winner. Yeah, me too. Другой пример. There will be a prize for the winner. Будет приз для победителя. Слушай, мне кажется, нужно американцам дать приз за самое сложное произношение. Да ничего сложного. Смотри, интернет это интернет. Да, все верно. Но американцы очень часто говорят интернет. Будто там и нет буквы T. Understand how the internet works. Through the internet. Over the internet. Based on the internet. Интернет. Интернет. А что тогда со словом международный будет, а? Не international, а international, да? Именно так. International. On the backs of an international system. Of the international economic association. International airport. То есть, международный интернет или international internet. Американцы скажут как? О, ну, international internet. И ты считаешь, что это нормально, да? Конечно. Э, а что уж, давайте и в конце слов тебе не будем произносить, да? Ну, как тебе сказать? Ты серьезно? Да, к примеру, они очень часто не произносят T в конце слов. Так не интернет, а интернет. Интернет. Слушай, чем дальше, тем абсурднее. Зачем они все усложняют? Упрощают. Если ты произносишь T в конце слов, то творить звучит рублено, не плавно, не ритмично. Так буквально сложнее говорить. Вот попробуй прочти вот это предложение. A fat cat sat on a mat. Вот о чем я и говорил. Звучишь как отбойный молоток. A fat cat sat on a mat. Послушай. Не fat, а fat. Не cat, а cat. Не set, а sad. Не mat, а mat. Получается. A fat cat sat on a mat. A fat cat sat on a mat. Ну, вообще, да, звучит получше. A fat cat sat on a mat. А что значит слов типа water, butter? Мы как в mountain не произносим T, да? Типа water, butter. Нормально? Нет, здесь T звучит как русская R. Русская R или быстрое D, типа water или butter. Но мне удобнее думать, что это русская R. Ну, тогда little будет звучать как little, а beautiful как beautiful. Верно все? Не little, а little. Не beautiful, а beautiful. Little. Beautiful. И, ребят, прервемся на одну секунду для очень-очень важной информации. Если вы новый ученик, то есть раньше не обучались в онлайн-школе Inglex, то при покупке любого пакета занятий с русскоязычными преподавателями вы получаете целых три урока бесплатно. Целых три урока. Что может быть лучше? Как это получить? Просто переходите по ссылке в описании, приобретаете пакет занятий и пишет там промокод Dave. Это мое имя. Промокод Dave. И все, дело сделано. Акция не будет длиться вечно, поэтому я лично советую вам не упускать эту возможность. И удачи! Кстати, знаешь, какое слово ты точно не сможешь правильно произнести? Ну, literally. Просто же. А теперь послушай, как его говорят американцы. To literally... 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 Буквально так же, как это делают американцы. С вами был Davey. See you later. Субтитры сделал DimaTorzok